Готовим быстро и вкусно. История о том, как приготовить очень дешевые и очень нажористые суши. Варим рис. Желательно, конечно, рис брать для суши настоящий, так что он хорошо так достаточно липнет и размазывается. Берем циновку. У нас циновка большая. Настенная картина, или как это называется, панно из бамбука висел на стене. Мы его содрали благополучно и замотали стрейч для того, чтобы не пачкалось. Ну и обычно вот такие вот суши нори водоросли. Отварили рис. Мы делаем, сколько мы делаем, три мультистакана, да? Три мультистакана и девять мультистаканов воды. То есть соотношение один к трем. И вот на одну водорослю получается где-то две таких вот больших с горкой столовых ложки риса. И вот так его размазываю. Потому что по-нормальному я не умею, размазываю как умею. Главное как можно тоньше, чтобы много риса не было. Мне близко к краям тоже не надо, потому что когда начинаешь скручивать, выдавливает. Много, потому что они еще горячие. Мы их не ждем, не промываем, пока все это остынет. Делаем прямо вот так вот, пока они горячие, пока они липкие. Хоп! Потом второй вот такой вот у нас сыр. Ой, блин, пролилось. Такой вот сыр. Руки, конечно, чистые. Грязными руками готовить нельзя. Еду никакую. Оп! Так, удавим сыр по всей длине. В среднем три мультистакана риса. Это где-то примерно 300 грамм риса. И вот такой вот упаковки сыра хватает на 9-10. Иногда на 11 водорослей. То есть на пачку. В пачке 10 водорослей идет. Делается это вообще моментом. Вот так вот все это разминается. То есть приготовить сушку очень просто. Главное все заранее нарезать. И все это готовится буквально там за полчаса. Все эти 10 водорослей намазываются. Пока рис еще не успел остыть. Пока он хорошо, легко мажется. Намазывается это все вообще момент. Вот. Дальше что тут у нас рыба? Рыба любая. Какая вам больше нравится. Копченая, соленая. Можно икру. Все что угодно. Просто вот так раскладываем аккуратненько. Самое главное близко к районе класть, чтобы это не выдавливало. Ну и руки чистые. Потом огурец. Опа. Все лишнее отрежется и съестся в процессе приготовления. Хоп. И потом вот такой сладкий персик. Суши получаются очень сочные. Очень большие. И самое главное недорогие. То есть 10 комплектов этих суши. Вот 1 перец, 1 огурец. Там 150 грамм рыбы. Пол пачки риса и банка сыра. Самый дорогой это водоросли. Так. Вот и процесс скручивания. Так вот это просто берется, сворачивается. Чем тоньше вы намажете, тем меньше суши будут в размере, тем больше они будут в количестве. Соответственно. Вот. Все. Готово. Теперь их поставить охладить. И когда остынут, можно нарезать. Вот такого размера они получаются. Огромные. Сколько тут? 6 штук. Целая тарелка. Целая порция. А из одной у нас где-то, наверное, тоже 6, да, получается? Больше 8. Где-то штук 8 из одной водоросли получается. И вот 6 штук. Целая тарелка. Целая порция. То есть, не знаю, из 10 водорослей это тут, не знаю, на сколько. Человек на 6, наверное, наесться можно. Такие большие порции. Продолжение следует.